Добрый день! Добро пожаловать на первое зимнее дерби в английской премьер-лиге. Челси принимает Фулхэм вместе с уже новым тренером и все-таки набирая очки, одерживая победы, подтягиваясь к остальным. Но предыдущее дерби в предыдущем туре было проиграно Тоттенхэму. Поэтому сами судите, кто сейчас, седьмой, коучич, семнадцатый, это тройка центральных полузащитников. Впереди интересный факт шестой центральный защитник, Элемаршан, двадцатый и Кристи, двадцать второй. Это Маурицо Сарри и Клаудио Раньери. Они встретились в первый раз еще очень и очень давно. Больше при старом тренере Славиша Якадовича играть в атаку, не стесняясь никакого соперника. И не является ничего команды Клаудио Раньери. Кристи подача в штрафную площадь, ну не на рай, на же Синьоне сейчас надо было вешать. Канте огромное пространство перед ним, он делает передачу направо, передача Педро. Фулхама и Серхио Рико, конечно же, сейчас не об этом. Гало Канте, перехватывает мяч, выдает передачу на Педро, Педро обыгрывает, с левой ноги бьет и забивает. Сделал передачу на Педро. Не, ну чтобы это какой-то уж очень хитрый голевой пас, но случайно умно. Может быть даже это была зона ответственности Жоржинию, но Канте прочитал эту передачу быстрее, чем партнер. Не подсказали Жану Свери, что сзади на него уже готов наброситься Нгало Канте, пока бьет настрой Фулхама. Нгало Канте сделал то, что он в действии. Действительно у Фулхама худшая защита в премьер-лиге. Однако сейчас мы видим, что все равно команда идет в атаку, удар, поворотом и вот на первой. Но есть мнение, что это не его позиция. Сейчас, правда, Канте уже успевших отличиться на таком высоком уровне, как английская премьер-лига. Но талант Райна Синьон для кого не секрет, он и в чемпионшем. Какая передача проходит в очередной раз на Педро, и Педро очень умно сыграл, прокинул мяч, вернее пропустил мяч мимо защитника. Началась огромная проблема. Очень активен Педро, но противоположно Матазаро фланги практически. Навес! Красава! Можно просто разыграли. Футболисты Фулхама. Подача! В направлении Митровича была. Телла и победа со счетом 3-2. Пустив большую часть матча, Фулхам все-таки действительно контр-атаковал. Но Педро очень классная комбинация Марко Солонсо. Навесом ее портит, к сожалению. Ковачич. Забегание. Отличное. Сновидение. И нужно было дать возможность вернуть. Но это шестое чувство у Канте. Разве это очень здорово? А теперь и в атаку пошел Гало, но не до... Алонсо. Азаро принял мяч, не развернулся. Керни, есть свобода, есть пространство и есть адреса для передачи. Дальний удар. Привычный зомби. Марко Солонсо. Мяч и теперь уже по владению, конечно, Схиминов Фулхам опережает. Алонсо. Прострел на этот раз от него. Очень плотно против него играет. Но Азар делает классную передачу на Канте. Ковачич. Сжиру на Канте. Все в одно. Без единой потери. Радикальные. Но обработать ее было непросто. К этому шаблону игра пришла. Азар. Кристи против него. Там еще и адой. Перевод. И, как всегда, прием мяча мягкий. И передача какая от Азара. Загнал. Куэти, Канте, Аспиликуэта. Аспиликуэта подаст. Жиру, мне кажется, устал просто бежать. Поэтому выпрыгнику. Лемаршан. Передача. Дмитриевич пригнулся. А вот в обратном порядке. Он был раньше левым защитником. Он был лучшим бомбардиром Фулхамов. 17. Чаще мы видим, что не потом. Азар. Жоржиньо. И снова. А вот будут ли моменты у Челса сейчас. Азар остановился. И вместе с Адой. Бьет бразилец. Попадает в стенку. Иногда играет совершенно не левого защитника. А полу защитника. Или даже нападающего. Азар. И здесь. Йохан Сан. Очень сильный навес. И Адой максимум, что может сделать, это сохранить. Потом. Нет, разворачивается. Спиной к воротам. Сохраняет мяч. Правда, и еще лучше получилось. Прострел. Нет. Выиграл. Жоржиньо. Канте не оказался готов к такой быстрой перепасовке. Сыри на даже не ближнюю штангу. Даже до вратарской мяч не долетел. Жоржиньо. Убирается. Азар. Ковачич. Прострел. Жоржиньо. Этот отскок здорово подкараулил. И с Азаром они классно разыграли. И Жоржиньо.